Всем привет! Это просто кухня и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, аппетитный и довольно таки сытный завтрак. Для этого нам с вами понадобится сковорода, смазанная слегка растительным маслом. Мы ее сразу поставим на плиту, чтобы она уже у нас разогревалась. Также нам понадобится два кусочка хлеба для тостов, немножко соли, несколько кусочков сыра и также тонко порезанные слайсы карбонат или ветчина, ну или любая другая колбаса и два яйца нам понадобится. Для начала мы берем хлеб тостовый и острым ножом аккуратненько начинаем вырезать так вот мякиш в середину. Если у вас нет тостового хлеба, не переживайте вообще на этот счет, берите обычный российский батон. Мы это блюдо делали еще в те времена, когда тостового хлеба на наших прилавках и не было. Но единственное, что тостовый хлеб, он получается его резать ровнее. То есть это такие хорошие прямоугольники и с ним легче работать, в отличие от батона. Но если нет, можно и батоном обойтись. У нас получились вот такие формочки и мы их укладываем на сковородку, так чтобы они у нас хорошо плотно прилегали. И теперь вот в эти наши формочки мы выльем по яйцу аккуратненько в центр. После того, как яйца вылили, нам надо их немножко присолить, чуть-чуть по вкусу. Дальше мы берем сыр и укладываем поверх яйца. Лучше, конечно, сыр использовать, который уже вот в нарезке, квадратиками такими. Некоторые очень хорошо прям получаются под этот тостовый хлеб, но у меня сегодня нет обычный сыр, как говорится, и так нормально получается. И сверху отправляем ветчину или карбонат или другую колбасу, что у вас есть, что вам больше нравится. Главное, чтобы это было очень тонко порезано, иначе у нас немножко это все не получится. И теперь берем наши мякишки, то есть они у нас получились такие, как крышечки, и закрываем все это дело нашим мякишем. Ну и ждем пару минут, чтобы у нас низ подрумянился. Потом нам надо будет это перевернуть. Здесь надо чуть-чуть некую сноровку иметь. Так, раз, и перекинуть на другую сторону обжариваться. Бывает, не всегда это получается, но если побольше подзажарить, то это получится легче. Вот немножко я съехала, но ничего, это поправимо. И теперь зажариваем это с другой стороны. И вот такой у нас получается с вами очень вкусный, аппетитный завтрак. Добро пожаловать к столу, как говорится, и приятного вам аппетита. И что еще получается? У нас получается сверху корочка такая хрустящая, а центр у нас остается жидким. То есть у нас вот желток, он прям растекается, сыр при этом расплавился. В общем, яйцо, что называется, как в мешочек получилось. Очень вкусно, сочно и аппетитно. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока!